Пятый канал представляет Пятый Так, стой Седьмой, давай Все, ребята, тренировка окончена Молодцы, до завтра Да Петр Алексеевич Все документы, которые вам нужны, у меня Готов передать Кто вы? Это не важно, просто я боюсь, сами знаете кого Нужно встретиться Прямо сейчас Где вы находитесь? Через полтора часа я вас жду Запоминайте адрес Стой, стой Да отвали от меня, некогда Слушай, ты, физкультурник, некогда Я тебе сказал, не лезь к моей жене, а? Я тебе говорил? Слышь, отвали от меня, понял? Потом поговорим Нет, мы сейчас поговорим Не лезь ко мне больше, понял? Это вы? Так это вы мне звонили? Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тимур А? Значит так Смерть наступила мгновенно, около часа назад Удар током в шею Шансов выжить у него не было Ну а следы я уже потом отрабатываю Понятно Ильич, глянь-ка Видишь этот провод? Его заведомо здесь быть не должно Стало быть, работал профессионал И готовился к убийству Логично А у меня след Тут на бумагу наступил Кстати, четкий Но только размер маленький Может, ребенок? А почему? Может быть, женщина? На вскидку тридцать девятый размер Ага, понятно Ты поаккуратней с бумагами Их еще в лабораторию везти И отпечатки снимать Есть кто дома? Мы с Лешей Ай Ну, привет Племя молодое Поколение, понимаешь Ненапуганное А Танюша где? С мамой Они в театре Да, совсем забыл А вы, значит, чай пьете Я сейчас руки помою И приду к вам тоже чай пить Пап! Тут у папы какой-то странный абонент Котик? Угу Ну, знаешь Нам будет на разные мысли Ты что, думаешь, что папа Ну, как вы тут? Как дела, пап? Слушай, отлично Наташ, мы спать пойдем уже, наверное Спокойной ночи А чай? Так Убитый Рубинин Петр Алексеевич, 39 лет Сначала учился в строительном институте Потом заочно закончил институт физкультуры И работал преподавателем физры в школе Значит, жена его, Рубинина Маргарита Павловна, 38 лет Инженер садово-паркового хозяйства Сын Борис учится в той же школе, где преподавал убитый Ну, на связи с криминалом Может быть, бывшие спортсмены, ставшие бандитами, есть среди знакомых Андрей Борисович, но я пока бегло изучил список контактов в телефоне и соцсети посмотрел Пока вроде все чисто Ну, а конверт с бумагами Отпечатки сняли? Сняли, Андрей Борисович Отпечатки принадлежат самому Рубинину, но других нет И бумага самая обычная для принтера Ну, а конверт? Конверт тоже самый обычный Формат А4 для отправки по почте Да, продается в любых почтовых отделениях Так что пить мог кто угодно Концов не сыскать Да, на записи камер видеонаблюдения у школы видно, что Рубинин выходит И никакого конверта в руках у него нет Ну, если Рубинин не купил его по дороге Возможно, конверт принес убийцу Только вопрос, зачем? Да, хороший вопрос Только ответа у нас на него нет Потому что на месте преступления нет ни камер наблюдения, ни свидетелей Так, а что со следами? Андрей Борисович, следов много, но я думаю, что нас больше всего интересует след на бумаге И кто его оставил? В случайной проходе? Не думаю, судя по расположению следов обоих Человек некоторое время стоял напротив Рубинина, потом убежал на улицу Да, кстати, и размер 39 Что за маленький убийца? Подросток? Женщина? Звонки надо еще раз пробить И записи с уличных камер Сделаю, Андрей Борисович Дима, давай-ка ты отправляйся к вдове Разговори ее, успокой Может быть, что-то удастся выяснить Понял, сделаю Паша, ну а ты в школу Коллеги учителя, работники администрации А может, какой ученик был недоволен предметом физкультура? Возможно Леша, я до сих пор в шоке Ну какой еще котик у папы завелся? Я не могу поверить, что у папы появилась какая-то баба Наташа, ну что ты в самом деле? Что, он не мужик, что ли? Всякое в жизни бывает Леша, ты что несешь? Чтобы папа? То есть, ты считаешь, что это нормально Значит, ты тоже можешь так поступить, да? Наташа, ну прости, сказал не подумай Короче, так, давай смотри Если у него реально кто-то есть, то он же рано или поздно проколется Наташа Маргарита Павловна, мы можем продолжить? Да, спрашивайте Муж вам что-нибудь говорил в последнее время о каких-нибудь угрозах, ссорах, проблемах? Нет, не говорил Не говорил или их не было? Ну, я имею в виду, может быть, он в последнее время как-то изменился Он не изменился, мой отец был настоящим мужчиной, и он не изменился Извините его А муж последний месяц как-то помрачнел Я его спрашивала даже, что-то случилось, он отшучивался У вас есть принтер? Да, у Бори в комнате Можно пару листочков попросить? Да, конечно, сейчас Спасибо В общем, пришлось весь район прочесывать Вот это запись с камер наблюдения, которая находится в двух кварталах от школы Понятно Тот, кто напал, дерется неграмотно Ну да, а ты вдруг будет посильнее и половчее Такого только хитростью брать Вот, его только ему ударили Знал убийца, с кем умеет делать Подожди, а личность нападавшего удалось остановить? Да, изображение позволяет, удалось Белов Максим Федорович, 40 лет, женат, работает рабочим эскаваточем Но самое главное Жена его, Валерия Константина Белова, преподает биологию в той же школе, где работал Рубинин Разрядом электрического тока убит Петр Рубинин, школьный учитель физкультуры Неизвестный умело присоединил кабель к электрощитку на месте убийства Уличные камеры зафиксировали нападение на Рубинина незадолго до убийства Рубинин жестко нейтрализовал мужчину, который его ударил Кузьмин вычисляет личность нападавшего Это рабочий экскаваторщик Белов Петя Рубинин прекрасный педагог был Никаких замечаний Дети его любили Организовал походы, экскурсии по области Был тексты у баскетбола Дети его боготворили Евгений Геннадьевич, я вот со всеми педагогами вроде как пообщался Вот с учителем по биологии мне удалось поговорить Лерой Беловой? Угу Ее нет, она заболела Звонила, с утра сказала, что пойдет на прием к врачу Какая жалость А у госпожи Беловой с Рубининым какие взаимоотношения были? Слушайте, ну как-то это некрасиво за глаза, на сплетню похоже Ну мы же с вами не бабушки подъезда, да? Вы не стесняйтесь, это сейчас важно Ну, он не то чтобы ухаживал за Беловой, но, скажем так, в школе это не допускается Но я как взрослый человек виден, что он к ней неравнодушен Скажем так, он общался с ней чаще, чем с другими коллегами Слушайте, а эта Белова-то симпатичная Да, я сейчас еще повнимательнее посмотрю ее биографию Котик, не волнуйся, все сделаем в лучшем виде Это будет подарок от меня, сейчас повиси на трубочке Тимур, у тебя жена в салоне красоты работает? Ну да Очень хорошо Значит, сегодня надо одну очень хорошую женщину к самому лучшему мастеру направить И запиши на мою фамилию, а я денежки тебе потом по карточке переведу Ну хорошую можно бесплатно? Нет, бесплатно не надо Да, котик, ну все, значит на сегодня вечером адрес я тебе пришлю Договорились, котик обнимаю Я тебе, я тебе это не понял, что он у Борисович Роман что ли? Котик какой-то Котик у меня, а у него хорошая женщина, как говорится, седина в бороду без ребро Да нет, ну это как-то все равно странно, Борисович как-то не похож на Дон Жуана Да я тебе умоляю, но всякое бывает А? Борисович у нас оказывается орел Я в тринадцатой квартире живу, Нина Александровна меня зовут, Голикова Угу Я Петю то хорошо знала, золотой парень был, золотой А вот один тип тут ходит, житья никому не дает Вот вы бы взяли бы, да, да допросили бы его как следует Нина Александровна, так что за тип то? Ой, да Жариков Коська, хулиган, он и с Петей дрался Орал, что убьет его, недавно, дня четыре назад Прям так и орал? Ага, убью гада кричал, но Петя то его угомонил и домой пошел Так Коська ему кулаком грозил и орал на весь двор Так где живет этот хулиган? Через два дома отсюда, вот пятая квартира Ну пойду, побеседую, спасибо, Нина Александровна И еще то скажу Ну пожалуйста Петя красавец Бабы, ну то есть женщины на него прям падали Было у него с кем или не было, я сама не знаю Но Маргарита, жена то его, плакала тут на взрыв Я ее еще успокаивала, идет по двору и плачет Ничего она мне не сказала, а только, думаю, изменял ей Петя то Валерия Константиновна, Белова, так? Здравствуйте Здрасьте, майор Шапошников Я все уже знаю, вы по поводу Пети Рубинина? Да, вы с ним близки были? Мы не были близки, вы ошибаетесь, мы просто коллеги Если правду Сейчас это очень важно Ну да, он ухаживал за мной Так, а муж, ваш муж, он знал об этом? Вы думаете, мой Максим убил Петю? Ну мы все должны проверить Ваш муж где сейчас? Телефон не подходит и дома его нет На работе дорогу ремонтируют на севере города Но он не мог Ну если Белов убийца, то нервы у него, конечно, крепкие Убил мужика и пошел спокойно на работу асфальт укладывать Как ни в чем не бывало Тимур, Антон, давайте-ка вот езжайте за ним Задержать, привезти в отдел, здесь мы его допросим А вот в убийце записывать его еще пока рано Понятно, пойдем разовнемся У тебя что, Володя? Андрей Борисович, бумага, которую привез Дима из квартиры Рубинина Не та, что была в конверте Плотность у нее такая же, а вот белизна 146 Эта бумага намного дороже Ну, что новенького? Я был у соседки Рубинина Ты пробил Жарикова Константина? Да Сейчас открою Так, вот он Константин Артемьевич 35 лет, безработный Но у него масса приводов за хулиганство Жена его, Диана Васильевна, работает продавщицей на Северном рынке Вот, и я был у него дома, дома его нет Так что, похоже, у нас новый подозреваемый Вот, очень похоже, а у тебя бумага, нита Потом перейдем на левый объект Пока там не закончим, туда мы не проходим Это понятно вам? Здрасте, гражданин Белок, можно вас? Капитан Бабунов, поедите с нами Че ты, с кого перепоя должен с вами ехать? А ты че грубишь-то? Тебя же вежливо попросили Поехали Ордер есть? Нет Ничего, все, вопрос закрыт Так тихо Эй, 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 полегче Тихо, 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 тихо Полиция, вы что вместе хотите за сопротивление? Два шага назад, быстро Не-не-не, молодцы Да поеду я с вами, поеду, отпустите Оказался Ничего, успокоим Значит, этот фраер на меня уже настучал, да? А кого это вы имеете в виду? Кого? А вы не знаете Учитель этот, физкультурник Все лез к моей жене, вот я и навалял ему А че? Я че не прав что ли? Если бы кто-нибудь к вашей жене лез, вы бы что сделали? Насколько мы знаем, не вы ему наваляли, а он вам А точнее в двадцать пятнадцать он вас ударил и ушел А вот вы потом отправились вслед за ним Ну пошел, и че дальше? А вот че дальше, мы хотели бы у вас узнать, гражданин Белов Потому что ровно через двадцать минут после драки гражданин Рубинин был убит Чего? Как убит? Да вы че, мужики? Вы че думаете, что это я что ли? Да на кой ляд мне из-за какого-то чмошника на зону ехать? Вы че? Вы отвечаете на вопрос Куда вы отправились после драки с Рубининым? И где были до полуночи? Это ну я пиво взял Пил взял, пошел в скверик там пил и воздухом дышал Так с кем пили то? В каком скверике? Один? Ну там двор такой, дом старый Да я не помню уже Ясно А размер ноги у вас какой? Сорок первый? Сороковой? А чего? Задержанная, гражданин Белов По подозрению в убийстве Петра Рубинина Про убитого учителя в нашей школе тоже все говорят И что говорят? Разные, у каждого своя версия Версий всегда много А вдруг в него была влюблена девчонка, а ее парень решил отомстить? Или ее родители? Или она сама? Танюша, какая ты фантазерка А? Ребята пришли Ты не выдумывай, Танюша Мы разберемся Подозреваемый уже задержан И никаких романов с девчонками у него не было А ты вообще спать собираешься? Завтра нам вставать Танечка, иди спать А я пойду тетрад попроверю Спокойной ночи Спокойной ночи Покорми ребят Обязательно Привет, ребят Ну что, котик, как там? С салоном все нормально? Красотка? Ну поздравляю, я очень рад Так когда мы увидимся? Ну давай Здравствуй, папа Добрый вечер Привет, ребята Садитесь ужинать, мама отличные котлеты приготовила Спасибо, мы сыты И чем же они сыты? Ой, вы что Долбанули кирпичом по голове? Уличная драка? Ну, не знаю, я вот о чем думаю Жариков угрожал Рубинину Рубинина убили вчера, Жарикова чуть ли не убили сегодня Совпадение? А вот не думаю Ой Наташа Пойдем уже, мы опаздываем Тихо Давай скопируем номер Ну-ка посмотрим, что там за котик у нас Моя милая, моя душечка Моя душечка Моя душечка Пойдем, все Пойдем, все Пойдем, все Как хорошо, что мы с вами тут встретились Не пришлось вас в отдел вызывать Мне вообще надо с вашим мужем поговорить Но он на перевязке А тут как раз вы, такая удача Ага, проведать пришла Муж объелся груш Дерется, зараза Я говорю, Жариков, уймись уже А он характер у меня буйный А я ничего не могу с собой поделать Люблю подлеца Диана, скажите, пожалуйста, вы знаете Петра Рубинина? Он ваш сосед А, физкультурник этот Ну да, иду тогда я с рынка Пойдем Спасибо Да не за что Давайте помогу донести Да, спасибо большое Э, ты кто такой-то К моей жене лезешь, а? А ну пошел отсюда Не кричите, любезный Идите куда шли Че? Да я тебя убью сейчас, урод А ты че лыбишься, Дианка? Ну короче, он мне помог Эти продукты собрать, да до дома донести А Жариков потом очухался, орать начал Но он у меня такой Но это быстро с ним проходит Скажите, пожалуйста, где ваш муж был позавчера вечером? А че случилось-то? Позавчера вечером Петр Рубинин был убит на улице Да вы че? А че-то вы думаете, это Жариков? Да не, он... Мы на Днюхе у подруги были, да Там полон дом народу И все видели Хорошо, мы проверим Ну что получается, линия Жарикова тупиковая? Получается, да Так что у него, алиби? Да, был в гостях до глубокой ночи, свидетелей человек десять Не, ну все равно же надо выяснить, кто его этим кирпичом-то по голове ударил И потом я уверен, что убийство Рубинина и нападение на Жарикова как-то связано Есть тут какая-то ниточка? Угу И против Белова у нас никаких стопроцентных улик нет Только лишь косвенные Так что через сутки придется его отпускать, это уж как хотим Все, труба! Володя, а ты как, контакты Рубинина проверил? Проверяю, Андрей Борисович, что их очень много С ним постоянно созванивались ученики, их родители из разных классов, там куча народу Ну это понятно, потому что организуют походы, мероприятия Ну ученики-то ладно, а вот девушки, старшеклассницы, ему не звонили? Андрей Борисович, вы что хотите сказать, что у него была какая-то связь с несовершеннолетними? Да у него-то, может быть, ее и не было, а вот у девушек, вполне возможно, был интерес Да, Андрей Борисович, я проверил, разумеется, значит, чаще всех ему звонила ученица 11-го Б-класса Екатерина Прохорова Убит учитель физкультуры Петр Рубинин В убийстве подозреваются Белов, за женой которого ухаживал Рубинин И дворовый хулиган Жариков, который недавно грозился убить Рубинина Жарикова на улице тяжело ранит неизвестный В телефоне Рубинина множество звонков от Кати Прохоровой, ученицы 11-го класса Алло, здрасте, это котик? Да, а с кем я говорю? Женщина, котик, вот как мы и думали Смотри, перезванивает Ну, отвечай Да Алло, с кем я говорю? Вы мне только что звонили? Вы знаете мою жену? Извините, это ошибка была Интересно, кто это? Ну, видимо, муж котика Отлично Папа еще и за замужней женщиной ухаживает Похоже на то Ну что, опросил я Гопников, никто вчера вечером Жарикова не видел Да ты что? А я вот с бомжом поговорил И знаешь, он мне сказал, что видел Жарикова и ни одного А за ним шел какой-то молодой человек в зеленой тестовке Лицо скрыто капюшоном, но по телу он определить сможет, да? О, кивает Катя Прохорова? Отличница На школьные олимпиады ездит, в город и школы А будете любезны, позовите ее сюда, сейчас Да, конечно У нее классный руководитель, Борисова Жанна Родионовна Сейчас я уточню Ага Жанна Родионовна, будьте добры, Катя Прохорова Пускай зайдет ко мне, это срочно Что? Как? Я вас понял Что не так? Кате нет, приходила ее мама Катя вчера вечером ушла из дома и пропала Да Андрей Борисович, разрешите? Заходите Экспертиза пришла Тут оказывается, что отпечатки пальцев на кирпиче, которым ударили Жарикова Маленькие Что значит маленький? Возможно, это был подросток И свидетель видел, что за Жариковым шел какой-то парень Ну да, тогда и получается, что маленькие следы на месте убийства тоже в это дело укладываются Да, парень в зеленой толстовке Ну, я проверяю все камеры по району Извините, вы ищите Катю Прохорову? А вы кто такой юноша? Я в одном классе с ней учусь, я не знал, что она пропала Услышал, как вы в коридоре говорили с нашим преподом Так и что вы хотите сказать? Я знаю, где она может быть Так что мы стоим, идемте Идемте Борис, ты Жарикова знаешь? Живет тут в двух домах от вас Нет, не знаю никакого Жарикова Бля, как же так? Ты же сам рассказывал, как какой-то Жариков у твоего друга фотоаппарат отнял А, вспомнил? Да ерунда это была Мы с пацанами потом обратно забрали А, так значит ты его все-таки знаешь Ну так, а что? Да я тут одного парня ищу Понимаешь, в точно такой же толстовке, как у тебя Маргарита Павловна, вы не против, если я заберу толстовку вашего сына? Буквально на один день Зачем? Ну как зачем? Сделаем экспертизу Да, это я его ударил Он отца моего убил, а я отомстил Ты не отомстил, Боря Ты себе срок намотал ни с того ни с сего И я абсолютно зря Жариков не убивал твоего отца Боря, ты хотел его убить? Как ты мог? Тихо, 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 не надо Пусть успокоятся Его посанят? Да нет Подумаем, чем можно вам помочь в этой ситуации Вам и так переживаний хватает, вы главное не волнуйтесь, хорошо? Катя Катя Из интересного За последний месяц Рубинину несколько раз звонил охранник школы Ломакин Ну и что? А то, что после каждого звонка Рубинину, Ломакин тут же звонил директору школы Евстафьеву Угу, действительно интересно А самое главное, то, что до того, как устроится охранником, Ломакин работал электриком Ну чудесно, надо завтра пообщаться с Ломакином Ну а почему завтра-то? Почему не сегодня? Тимур, ты вообще кому звонишь? Я Ломакину Кстати, он что-то трубку не берет Кузя, проверь геолокацию Да, уже делается Ну может все-таки завтра? Дима, никогда не откладывай на завтра то, что мы узнаем сегодня Слышишь, Тимур, сигнал смартфона Ломакин дает из его квартиры Ну, Антон, Тимур, давайте ломитесь к Ломакину Есть Эдик, уйди, пожалуйста Не обижайся, завтра поговорим Эй, папочку-то можно? Давай, удачи Вы думали, я хотела покончить с собой? А что, нет тогда? Да нет, просто прошлась по крыше Не вышло здесь Больше суток находились? Нет Гуляла по улицам, плакала Потом сюда пришла За кого плакали? За Рубинина? Влюблены в него были, небось? Все его любили Ну, кроме директора нашего А он говорил, что с Рубининым у него замечательные взаимоотношения Ну, может, раньше и были, но последние пару месяцев ни с того ни с сего он словно озверел Да и Рубинин с ним тоже даже не здоровался День сегодня такой тяжелый был, уроки, а потом еще собрание по поводу убитого учителя Что-то я устала, пойду спать Отдыхай, милая Спокойной ночи, ребят Я тоже пойду, пожалуй Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Пап Нам надо серьезно поговорить Хорошо Что случилось? Папа Ты маме изменял? Что? Откуда такие мысли? Сейчас Да, котик Сейчас одну минуту Да нет, у меня просто тут с детьми неразбериха Ну, ты как мы завтра? Увидимся? Отлично До завтра Он же даже не прячется Да Да О чем-то мы Да Так вот всякую ерунду из головы выбросить Ясно? И уберете здесь Я спать Ясно Спокойной ночи Ё-моё Так, капитан, давай Осмотри квартиру Готов Тепленький еще Ты посмотри-ка Походу дело его душили Руками что ли душили? Драка была? Гляди Там вообще беспорядок Тука Давай вызывай экспертов И они дыхающие Да что ж Убит преподаватель физкультуры Петр Рубинин У двоих подозреваемых в убийстве Белова и Жарикова есть алиби Подозрение падает на вдову Рубинина Которая ревновала мужу к жене Белова Ломакин, охранник школы в которой работал Рубинин Задушен в собственной квартире Ну, что нового у тебя, Володя? Андрей Борисович, в квартире Ломакина множество отпечатков Но они все принадлежат двум людям Ломакину и, судя по всему, убийце Но отпечатки по базе не проходят Плохо У тебя что? Да ничего, Андрей Борисович, ну Никто ничего не видел, никто ничего не слышал Еще лучше Ну а ты чем порадуешь? Зато в мусорном ведре обнаружены листки бумаги Такой же плотности, которая была обнаружена на месте убийства Это ничего не доказывает А ты что смеешься? Есть чем порадовать? Андрей Борисович, я с утра ездил к Маргарите Рубининой У нее стопроцентное алиби Там был какой-то у них корпоратив Комиссия из Москвы приехала В общем, куча свидетелей из записи с камер из ресторана Но она подтвердила, что у Рубинина два месяца назад обострился конфликт с директором школы Так а из-за чего был конфликт? Два месяца назад Два месяца назад закончился ремонт в школе И что? Ремонт? Подождите, а Рубинин же по первому образованию строитель Так Слушайте, а может быть там были проблемы с ремонтом? Рубинин как бывший строитель увидел проблему и начал скандалить Вот чувствуете, кое-что нащупываем уже А может не просто проблема, а может хищение? Я к тому, что жена директора школы Евстафьева Недавно зарегистрировала на свое имя фирму с капиталом несколько миллионов рублей А Оказалось, что в квартире Ломакина на мебели, подоконнике и дверных ручках Отпечатки ваших пальцев Евгений Иванович Как вы это объясните? Да, я к нему заходил Сейчас в лаборатории изучают биоследы, оставленные на теле убитого Ломакина И что-то мне подсказывает Это я Я его убил А что вы так смотрите? Думаете, легко убивать? Я не убийца, я директор школы Он набросился на меня, я защищался Вы успокойтесь, успокойтесь И расскажите нам все с самого начала Да, я расскажу Евгений Геннадьевич Я профессиональный строитель И я вижу всю халтуру по ремонту Вы о чем? Деньги все освоили Сколько в карман положили Вам акт приемки подписали? Вы с комиссией поделились Вы что себе позволяете? Да я все вижу И линолиум вижу И краску вижу И сантехнику вижу И как крышу делали, тоже вижу Сумма, которая была выделена на ремонт, известна, господин директор И в новостях озвучивали Как город помогает нашим школам А вот То, что вы сейчас сказали Вы доказать сможете? А вы смету мне оплаты ремонта и материалов Дайте Ты что, Физрук? Денег хочешь? Я хочу, чтобы у детей не воровали Значит так Если ты еще хоть в слово Хоть в раз мякнешь Ты вылетишь отсюда Не в то, что в школу Дворником не устроишься, понял? Оформите чистой сердечной Я верну эти деньги Сколько вы украли? Говорит Пятнадцати миллионов Давайте-ка перейдем к Ломакину Ломакин Мне помогал Он электрик Вообще мастер на все руки Он договаривался с рабочими Потом, когда Рубинин влез Он Предложил его брать И Я Видел, как все было Я приехал на место За руком стоял Ломакин сказал, что принесет Рубинину документы И тот клюнул Ломакин принес конверт с бумагой Якобы с метой Рубинин взял Руки у него заняты оказались Он стал конверт открывать В тот момент Ломакин уткнул Потом Ломакин стал требовать больше денег за убийство И Я приехал к нему договариваться Ломакин стал угрожать В драку полез Я взмесился и Так был на нервах И задушил его Я не хотел Меня жена заставила Что же это за жена такая Из-за которой вы пошли на кражу Пятнадцати миллионов И на два убийства Да она измучила меня Хочу говорить как люди жить А ты сидишь в моей школе Толку никакого Люди живут и не воруют И очень хорошо живут Вот так и скажете своей жене Правда если она К вам еще на свидание придет Да я бегу уже Ну что там очередь была Да Ага Ну все Давай Молодчик Сядьте в машину А что случилось Вам там все объяснят Здрасте Ну рассказывай Кто ты такой? Зачем мне звонил и что тебе нужно? Да я просто ошибся Генералу МВД Просто так не звонят Откуда у тебя мой номер? Ну и где твой Леша? Отправили человека за хлебом А его час как нету Сейчас он придет Он уже звонил Ну иди открывай Вон твой булочник пришел Ага Здравствуйте Здравствуйте Папа-то к тебе Ох котик Ну наконец-то старина Здравствуйте дорогой Дети позвольте вам представить Мой лучший друг по училищу Котик Аркадий Романович Котик дорогой Здравствуй А для друзей просто котик Давай-давай проходи Не разумайся Пойдем Так Рассказывай Какими ты судьбами? Ну я в командировке здесь на две недели Жену тоже с собой взял Она сейчас в гостях у подружки Ну я к вам Молодец Как жизнь, как служба Ну служба службой Ну а дружба дружбой Верно Только тут история такая случилась Звонит телефон Жена снимает трубку Абонент отключается Я перезваниваю Он опять отключается Ну я свои возможности использовал Номер вычислил И абонента по геолокации нашел И кто же это? А вот Алексей? Пап, просто Ты все время с кем-то по телефону разговаривал Говорил Котик, когда мы наконец встретимся Вот мы подумали, что это какая-то ваша Знакомая папина То есть я Так вот, значит, почему вы меня тут недавно допрашивали Они что, тебя подозревали? Да получается так Вы что, отца подозревали? Да не ругайте вы их Молодцы, проявили бдительность Ну что же, давайте за встречу, а? Бдительные мои Так, давайте За командировку Урааааааааааааа Видишь кометы сгорающих звезд Знай, это я загадал стёжеланий Строем из прошлого в новое мост Испоцелуев, надевшет обещаний Я головою твоих милых ног Губы мои тронешь нежно руками Пусть улыбнется сияющий Бог Пролетая над нами